Девушки отдыхают 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 эти мифы в головах людей, как на самом деле должна выглядеть удобная детская для новорождённого. Да, конечно. Смотрите, самый главный вопрос, вот когда мы встречаемся с клиентами, я задаю, давайте, на какой возраст мы будем планировать уже заранее комнату ребёнка. То есть я, ну, как бы обычно мы рисуем и что-то делаем с квартирой, вот преобразования разные, уже не на возраст от ноля до года, да, а уже скорее с этого возраста, потому что от ноля там необходима детская кроватка, необходимо кресло или диванчик для мамы, которая будет там успокаивать ребёнка, чтобы это было очень удобно где-то и подремать, и где-то и сказку рассказать, да, песенку спеть. Вот. И начиная где-то с года, это, наверное, всё-таки, когда мы ребёнка садим уже на пол, он начинает вставать и так далее, там начинаются другие метаморфозы, то есть он делает первые свои шаги, и мы тут за безопасность. То есть это не лишнее, это прямо тренд в последних вот дизайнерских таких вещах. В чём она выражается? Ну смотрите, безопасность – это прежде всего, то есть опасность для ребёнка. Делает первые шаги. Углы. Да. Это углы, то есть сейчас очень большое множество вот этих вот штучек на углы. Стоперы. Стоперы – это двери, чтобы не прикрывались двери, чтобы ребёнку, ну, невозможно было, да, прищемить там пальчики и так далее. Потом очень важно, чтобы не было стеклянных дверок детской, ну, потому что это опасно. Если уж родителям очень хочется, иногда мы идём на то, чтобы стекло, естественно, было с плёнкой и всё-таки повыше. Потом очень большая просьба к родителям не ставить телевизор на шкаф. То есть лучше мы его будем вешать крепенько-крепенько на стеночку. И вот этот момент ещё про то, что всё нужно прикручивать. Да, совершенно верно, да. С точки зрения безопасности. Да, потому что потянул на себя, то есть много таких случаев, и то, что мы с вами видим, слышим, да, вот эти вот вещи. Потом ещё, что, а, когда ребёнок растёт, мы… А, ещё розетки. Розетки, то есть если мы делаем ремонт, то есть мы предусматриваем, что мы ставим все розетки за шторками. Ну, то есть без… Если это не розетка, то розетка не работает, если это… Если пальцы или ещё что-то, да. Вот. А если уж мы приходим, и розетки уже есть, и мы ничего не меняем, то тогда мы заглушки ставим. Которые потом ни один взрослый выговорится оттуда и не хочет. Ну, есть сейчас такие заглушки, которые запросто… Тема тревожная, но правда важная. Давайте перейдём к красоте, к стилистике. Что сейчас актуально в детских? Есть какая-то мода, тренды, или всё классика? И мод… Нет, нет, нет. Сейчас вот как раз уходят к минимализму, то есть всё функционально, всё поставлено на функцию. Вот удобные какие-то штучки выдвижные, всевозможные системы хранения, да, они тоже сейчас довольно-таки привлекательные, интересные, сами собой представляют, ценность некую для интерьера. Вот. Классика тоже остаётся в моде, да, но это, наверное, дань родителям. Ещё смотрите, интересный такой момент, что родители хотят видеть в детской свои какие-то вот нереализованные фантазии. Скажу, они в детях хотят видеть то, что они в себе не реализовали. Ну да. И поэтому иногда вот надо родителям как бы себя немножко сдерживать, потому что когда ребёнок уже может сказать, я хочу вот это, я хочу вот это, ну не то, что мы специально спрашиваем у ребёнка, да, но если он хочет поучаствовать, естественно, по рукам его бить не стоит. Если он хочет, мама, я там хочу красную стену, естественно, красной стены, ну я так образно, да, если прям глобально, не должно быть, и поэтому мама должна, ну или дизайнер, да, должен найти контакт и посоветовать, что давайте лучше игрушку красную или ещё что-то, вот так будет интереснее. То есть дизайнер тут же психолог, ну и мы родители тоже психологи, да, своим детям. Поэтому всё идёт вот от этого. Детская это такая, даже не страна, это целый мир, там можно и спрятаться, там должен быть домик в домике. Совершенно верно. Там всё хранится, туда приходят гости. В общем, там всё происходит. Как впихнуть невпихуемое, чтобы весь мир ребёнка всё-таки оставался в детской? Или не должно быть такой задачи? Нет, ну видите, мы с вами располагаем порой такой площадью, когда мы просто вынуждены впихнуть. О, 9 в 12 квадратных метров. Ну да, ещё скажите двое детей, да? Ну, смотрите, давайте двое детей, да? И тогда просто есть такая необходимость сделать двухъярусные кровати, да? Я вообще в принципе, ну, против, когда это очень высоко, да, и дети не очень взрослые. Но тем не менее, они же цепкие. Ребятишки, они очень цепкие. Единственное, чтобы не упасть, это вот ограждение такое. Они сейчас очень симпатичные. Что ещё вам такого? По материалам. Вот знаете, материалы тоже, это не то, что безопасность красивая. Вот смотрите, многие родители хотят натяжные потолки. Они расписные, есть интересные. Можно сделать всё, что угодно. И в принципе, сейчас появились уже такие потолки, они натяжные, но они экологичные, они из натуральных материалов. И вполне вот французские, немецкие, их можно применять. Несколько самых актуальных современных фишек для детских. Ну, из серии там пробковая или такая меловая доска, чтобы что-то писать родителям, посыл или прочее. Что есть ещё, что можно внедрить в детскую? Есть, смотрите, не доска, есть краска. Краска грифельная. Она и грифельная, она же и магнитная краска. То есть вот, причём не только чёрного цвета. То есть можно сделать какой-то акцент и выкрасить, допустим, какую-то часть стены, часть мебели. Вот вполне можно это сделать и рисовать, и стирать. То есть это всё прям окраски. Хорошо себя чувствуют, держатся и так далее. Потом, знаете, есть ещё такие системы. То есть вот у нас шкафчики. И на шкафчике, вот открываем мы дверь, и на дверке есть такие навесные системы. То есть вот мы можем сделать однотонные шкафчики, вот дверки открываются, да, и навешиваются. Навешиваются, ну, наверное, вот такими штучками. Я уж не буду тут объяснять, как это всё, да. Но там может быть шахматная доска, может быть дартс, ну, вот эти вот навесные штучки. И удобно менять. И вот они, да, по месту. Их можно абсолютно по-разному менять. Они могут быть мягкие. То есть вот таким образом мы можем преобразовать детскую. Спасибо.